Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр. Перед вами модель, которая называется OnePlus One. Это флагманская модель от китайского производителя. Очень-очень сомневаюсь, что она будет массово у нас продаваться в нашем интернет-магазине, потому что смартфон все-таки дорогой. Ну а так, просто для себя, чтобы понимать, что такое, что это за устройство, чтобы вы понимали для вас, решили заказать пробную версию. Версия OnePlus One 3 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. Это флагманский смартфон из Китая. Давайте будем разбираться, что же это за модель. Перейдем к комплектации. Поставляется она вот в таких вот коробочках. Значит, обо всем по порядку, потому что аксессуары здесь тоже заслуживают особого внимания. Все очень качественное, все очень выполнено в дизайнерском стиле. Зарядка у нас оригинальная идет на 2000 Ампер. То есть у смартфона 3100 Аккумулятор, его нужно довольно-таки быстро заряжать. Далее вот такая вот коробка. Здесь также есть все технические характеристики данного устройства. Вот так вот она выдвигается. Далее красная коробка. Здесь лежит сам смартфон. Ну и здесь такие стандартные аксессуары. Это USB кабель. Вот такого он вида. Очень прикольный, очень качественный. Вилка, чтобы открывать слот под симку. И инструкция там пользования на китайском языке на этот смартфон. Сам смартфон, конечно же, это произведение искусства. Это очень тоненький дизайн, очень шикарный внешний вид. Я его специально протер, чтобы вы просто-напросто могли насладиться этим качеством сборки. Итак, давайте обо всем по порядку. Спереди нас встречает 5,5 дюймовый дисплей. Этот дисплей с разрешением Full HD, матрица IPS, покрытие Gorilla Glass 3. То есть этот экран, он устойчив к царапинам. Есть фронтальная камера на 5 мегапикселей, есть разговорный динамик. Три сенсорных кнопки, которые очень-очень-очень незначительно, но светятся. То есть в темноте будет самое то, чтобы просто увидеть, куда нам нужно нажать. Есть датчик приближения, датчик освещения, индикатор пропущенных звонков. С этой грани у нас есть разъем под симку. Здесь одна микросимка. Она работает во всех сетях, которые только можно представить. GSM, WCDMA, LTE, 4G. То есть поддерживает этот смартфон все сети. Качелька громкости очень такая миниатюрная, очень удобная. Сверху у нас есть микрофон, есть разъем под наушники. Тут кнопка включения и выключения, больше ничего нет. Снизу у нас стереодинамики, разъем для зарядки и еще один микрофон. Сзади смартфон покрыт пластиком. Такой пластик очень интересный, матовый. В продаже имеется этот смартфон с различными крышками. Есть черный вариант, есть белый вариант. Вот у нас белый. 13-мегапиксельная камера от Sony, двойная вспышка. Еще один третий микрофон. Ну и надписи. Вот эта вот вставочка, это металлическая вставочка по ободку смартфона. В целом, что могу сказать про сборку? Сборка идеальная. Толщина смартфона достигает 9 мм. Задняя крышка выполнена вот в таком вот округленном стиле. Смартфон очень удобно держать в руке. Очень тонкие рамки вокруг экрана. Здесь 5,5 дюймов. А смартфон лежит в руке очень удобно. И абсолютно не напрягают его габариты. Хотя это настоящий фаблет, у которого 5,5 дюймовый дисплей. Я уже повторяюсь. Дальше я предлагаю вам посмотреть технические характеристики этого зверя. Это действительно зверь, потому что по-другому просто не скажешь. Сейчас объясню вам почему. Фантуту набирает эта модель 33 975. На различных прошивках эта цифра может достигать 37-38 тысяч баллов. Здесь эта модель у нас поставляется с прошивкой 4.4 CyanogenMod. Здесь Qualcomm Snapdragon 801. Это процессор, у которого графический ускоритель 330 Adreno. Здесь Full HD разрешение. Основная задняя камера на 13 мегапикселей. Обращаю ваше внимание на то, что здесь реальных 3 гигабайта оперативной памяти. То есть в тот момент, когда эта модель просто вышла на рынок, это был просто лучший, самый мощный смартфон в мире. Потому что аналогов просто-напросто не было. Здесь есть 16 гиг встроенной памяти. Слота под SD карточку здесь нет. Выпускается эта модель в версии 16 и 64 гигабайт памяти. Наверное, для 16 гиговой модели такого уровня это основной минус, который можно найти. Потому что 16 гигабайт с таким железом, наверное, будет маловато. Хотя несколько игр, несколько фильмов загрузить. Тем более поддержка OTG, кабелей. То есть это все более-менее нормально. Ну ладно, идем дальше. Qualcomm Snapdragon 801 это 4-ядерный процессор. Частота его колеблется от 300 до 2500 МГц. Это очень мощный процессор. По баллам Antutu вы это видели. Здесь IPS матрица. Естественно, OGS экран. Никаких воздушных прослоек нет. Об этом чуть позже. Смотрите. Основная камера на 13 Мп. Фронтальная камера на честных 5 Мп. Матрица от Sony. И, насколько я понимаю, возможно записывать видео в формате 4К. 160 грамм весит наш смартфон. Теперь мультитач. Десятиточечный. Я вам просто это продемонстрирую, если у меня получится. Да, десятиточечный. Это хорошо. Какие датчики есть в нашем смартфоне? Есть GPS. GPS поддерживает ГЛО на спутнике. Об этом чуть позже тоже расскажу. Датчик приближения. Что меня удивило? Датчик освещения у нас сверхчувствительный. Он реагирует. То есть, ну, я как бы не держал такого уровня смартфоны в руках. Я не тестирую там Samsung, HTC. Топовые какие-то, флагманские. В основном идут те чельцов по бюджетнике. Ну, здесь вот этот вот датчик, он отрабатывает очень хорошо. И регулирует автояркость отлично. Есть вспышка хорошая, двойная. Есть датчики, акселерометры, NFC, гироскопы. Это все в этом смартфоне есть. По железу, в принципе, все. Давайте посмотрим, что у нас с прошивкой. Вот такая вот прошивка к нам пришла изначально. Она была с завода. Это CyanogenMod 4.4. Вот такие вот данные можете посмотреть. Что интересного в этой прошивке? Все сделано очень интересно. Как по мне, рассказывать про каждую особенность, про каждую функцию этого смартфона я не буду. Потому что это займет даже не час, а больше. Есть прикольные фишки вот такие. Вот можно настроить обои, виджеты, темы. Можно поднять вверх. И всякие разнообразные настройки. На полноценном русском языке здесь вообще нет китайского софта. Можно настраивать. Есть меню быстрого запуска. Здесь все более чем стандартно. Рабочие столы листаются отлично. Без каких-либо багов, лагов, зависаний, подглючиваний. Что у нас в внутреннем меню? В внутреннем меню все более чем стандартно. Есть эквалайзер для музыки. Есть программа для прослушивания музыки. Опять же. В настройках все стандартно тоже. Wi-Fi, Bluetooth, мобильная сеть. Есть настройки еще, где можно установить NFC функцию. Есть настройки экрана блокировки, где можно изменить значки состояния батареи. Всякие виджеты камеры, виджеты часов и прочее. Есть темы, где можно настроить шрифты, значки обои, обои экрана, анимации загрузки и тому подобное. Есть интерфейс, где можно также понастраивать кучу всего интересного. Но с этим просто нужно садиться, покупать этот смартфон и монотонно разбираться во всех этих функциях, что вы сможете для себя настроить. В настройках звука есть эквалайзер, есть выбор рингтона, есть куча всяких там звук клавиш, звук нажатия на экран, звук блокировки экрана и куча-куча всего. В настройках экрана есть стандартная яркость. Из интересного есть настройка цветопередачи экрана. То есть с этим тоже нужно всем садиться и разбираться. Память, 16 гигабайт, батарея, приложение, оплата через NFC, есть настройка профилей, то есть там в автомобиле без звука, дом, ночь, работа стандартная. Это все тоже более чем понятно. Язык полноценный, русский у нас. Теперь снизу здесь у нас есть, можно вызвать меню для разработчиков. Нужно там раз 5 нажать на номер сборки смартфона, оно у вас покажется. Настройки суперпользователя и вот настройки производительности. В этих настройках можно выбрать режим работы смартфона. В принципе, если особо в игрушки не играть, можно смело ставить режим экономии, чтобы у нас максимально работал от батареи автономно этот смартфон. Или же можно поставить сбалансированную, высокую производительность. Также здесь можно различные там устанавливать частоты. То есть это все интересно, но с этим не советую заигрываться, потому что все эти настройки, даже когда в это меню входишь, нас телефон предупреждает, что с этими настройками лучше не играйтесь. Если у вас будут какие-то баги и проблемы, то отчеты с такими после ваших ручных настроек нам не присылайте, пожалуйста. По прошивке, ну опять же, многого не скажу. Здесь нужно просто садиться и разбираться. Идем дальше. Теперь экран. Экран один из лучших, который я просто видел, который я держал смартфона в руках. Минимальная яркость очень низкая. То есть ночью, если читать какую-то книгу, то можно экран... Ну сейчас просто вообще ничего не видно. И даже так, ну еле-еле-еле видно. То есть ночью, когда мы, допустим, будем смотреть какой-то фильм, либо читать книгу, мы сможем, во-первых, использовать минимальный. Даже не вижу, как добавить яркости. Так. Вот. То есть, что я хотел сказать. Ночью, когда вы будете смотреть фильм, либо читать книгу, вы сможете выставить минимальный уровень яркости. Тем самым на глаза не будет давить, и аккумулятор будет минимально расходоваться. Здесь матрица IPS. Здесь 5,5 дюймов. Здесь IPS-экран, OGS-технология, Full HD-разрешение. Цветопередача шикарная у экрана. Вот такие вот шикарные картинки от производителя. Сразу же были на смартфоне. Действительно четкие, красочные, яркие. По ним можно судить качество экрана. Особо там я зацикливаться на том, как там он в сравнении с флагманскими моделями, я не буду. У меня нет возможности. Я, наверное, не так хорошо в этом разбираюсь. Я просто вам скажу, и вы это видите, что экран действительно шикарный. Что он очень яркий, что он очень насыщенный. Углы обзора просто идеальные. Небольшое изменение по диагонали есть. Но в целом все очень достойно. Мне экран очень понравился. Такая детализация, такое качество изображения нужно еще поискать. Поэтому за экран однозначно плюс. Стоит учитывать, что данная модель не будет продаваться по цене в 10 тысяч гривен, как продаются. Или 8-9, как Samsung продаются. То есть однозначно плюс за экран. Одна из лучших моделей, которую я держал в руках по внешнему динамику, это я уже говорил вам. Это был Lenovo K900. Там действительно был крутой внешний звук. Здесь смартфон меня тоже порадовал. Хороший звук в динамике, в микрофоне. Кстати, тут три микрофона. Раз, два, три. Для улучшения качества и для качества, когда мы записываем, допустим, видео, чтобы качественный звук был. Ну и просто, чтобы шумоподавление было. Так вот, внешнее звучание за счет двух вот этих стереодинамиков очень классное, очень громкое. Готов вам это продемонстрировать путем запуска видеоклипа китайского, который был здесь установлен на смартфоне. И он довольно-таки громкий, этот звук. Экран, кстати, имеет олеофобное покрытие и антибликовое. То есть, если вот я отпечатки пальцев у меня только что были, то их очень просто убирать. И смартфон снова имеет вид нового, шикарного дизайна. Касательно звучания в наушниках, это один из лучших смартфонов, которых я слушал когда-либо. Звук очень громкий, при этом он чистый, он насыщенный басами, он не хрипит и не как из трубы. То есть, звучание однозначно хорошее, плюс есть настройки эквалайзера. Касательно производительности. Ну, вы все понимаете, что такое 33-37 тысяч баллов в Antutu. Это один из лучших показателей на сегодняшний день. Ну, когда я уже снимаю обзор, уже, конечно, повыходили более мощные аппараты, более мощные планшеты. Но на тот момент, когда выпускалась эта модель, это был самый мощный смартфон в Antutu. Любые игры запускаются отлично. Я выставил сейчас режим максимальной производительности. Ну, и давайте запущу Asphalt 8 и, конечно же, San Andreas GTA на максимальных настройках, чтобы действительно проверить, протестить производительность и возможности этого смартфона с 3 гигабайтами оперативной памяти. Продолжение следует... Продолжение следует... Что можно сказать по поводу игр? Ну, а с GTA San Andreas, насколько я понимаю, это самая требовательная игра с максимальной прорисовкой. Ну, играет вроде бы нормально, но все-таки иногда тоже подлагивает. Не знаю, с чем это связано. Аккумулятор здесь на 3100 мАч, но не стоит забывать, что здесь процессор Snapdragon 801 и 3 гигабайта оперативки 5,5 тюймов размер. То есть смартфон довольно-таки большой и довольно-таки прожорливый с мощным процессором. Что у меня получилось, какие результаты? Получились вполне достойные результаты. Вот в Antutu Tester 4730 видим, что это результат между Xiaomi Mi 3 и Nexus 5. То есть результат нормальный. В режиме воспроизведения видео из YouTube с максимальной яркостью, со звуком, с Wi-Fi. 5 часов 12 минут видим, что диаграмма разряда аккумулятора у нас отличная. Я хочу сказать, что вот такой вот результат, 5 часов 12 минут, это лучше, чем любой смартфон. Допустим, MTK с 6592 процессором, с аккумуляторами 2, 2750, вот такие. Это лучший результат. Этот смартфон более оптимизированно работает. То есть, например, тот же Xiaomi Redmi Note, он будет меньше держать с таким же объемом аккумулятора приблизительно и с такой же диагональю. Ну и в режиме игры со 100% до 13 в Apex Citadel это 3 часа 16 минут. Я считаю, что тоже достойный результат. Знаю, что флагманские модели от Samsung, от HTC, от Sony подороже с таким же процессором будут работать чуточку дольше. Потому что есть там различные системы энергосбережения. Здесь этого всего нет. GPS я также тестировал, поддерживает смартфон GLONASS спутники. Вот тест у меня в GPS-тесте, очень много спутников ловит. Ну и потом через Navitel вот он их зафиксировал, то есть с GPS-ом тоже все в порядке. Здесь 13-мегапиксельная камера. Есть настройки выбора, а основные настройки вызываются вот тапом, и потом мы можем прийти к настройкам. И уже здесь непосредственно смотреть, что и как. Качество изображения здесь выставляется вот таким вот образом. Вот это вот максимальное. И качество видео примерно то же самое. Делает фотки и видео смартфон шикарные. Вот насколько я понимаю, вот такое вот максимальное качество видео. Делал я фотки, делал я видео записывал, вам обязательно покажу. Качество очень крутое получается. Детализированные объекты, все отлично. Ну мне камера очень понравилась. Единственное, что только что в настройках Antutu я видел, что идет 4K. Нет, Full HD запись видео и качество очень-очень хорошее. По камере однозначно плюс. Ну приблизительно как у флагманских моделей, там Samsung, HTC или Sony. Вот в принципе и все. Вот такой вот он получился OnePlus One. По мне это одна из лучших моделей на данный момент. Учитывая, что цена его приблизительно 400 долларов в продаже в Украине из наличия. Очень дорогой смартфон. Там, ну закупка тоже у него существенная. Ни о каких 300 долларах речи не идет. Вот, как говорят в рекламках, что типа вот его можно купить за 300 долларов. Это только в Китае, только по приглашению. То есть там это все очень сложно. Что можно сказать про смартфон? Какие плюсы, какие минусы? Плюсы, конечно же, это железо этой модели. Это четырехъядерный Snapdragon 801. Это 3 гига оперативной памяти. Плюсы это CyanogenMod прошивка. Стабильная, надежная и очень интересная в плане особенностей и возможностей. Довольно-таки хороший аккумулятор 3100. Он не будет у вас разряжаться за одни сутки. Будет вам хватать этого смартфона на дольше однозначно. Даже при активном использовании. Очень хороший яркий экран. Из минусов, конечно же, могу сказать вот что. Во-первых, это одна сим-карта. Вышла уже модель ZTE Nubia 7 Max. Та модель приблизительно с таким же железом. Но там две сим-карты. Вот одна сим-карта, я считаю, что на данный момент это однозначно минус. Если бы эта модель выпустилась с двумя симками, это был бы хит. И покупали бы все не Samsung какие-то там, S5, новые, Sony какие-то. А покупали бы вот этот вот OnePlus One, потому что он был бы двух сим-ник. Вот. Ну и недостатком является то, что нельзя установить карту памяти. Все-таки версия 16-гиговая, та, которая дешевле, она всего лишь имеет 16 гигабайт. Из которых доступно, давайте посмотрим, сколько? 12-14 доступно у нас в чистой памяти. Ну, наверное, для какого-то суперактивного пользователя этого будет действительно мало. Если бы я, например, пользовался этим смартфоном, то мне бы хватило одной-двух игр. Куча музыки, видео я не смотрю, то есть мне бы с головой. Более дорогая версия на 64 гигабайта, то есть там тоже нет карты памяти, на 32 гигабайта этой модели не существует. Вот, ну, как бы я считаю, что да, это однозначно минус. Все-таки с картой памяти чувствуешь себя посвободнее. При необходимости то или иное можешь закачать себе, и оно будет всегда с тобой. Но есть OTG-разъем, за счет которого можно, допустим, какой-то тяжелый фильм посмотреть будет при необходимости. Хорошие стереодинамики, хороший корпус, очень тонкий. Однозначно смартфон, когда ты держишь его в руках, чувствую, что модель очень качественно собранная, что это не дешевые материалы, что все очень дорого, очень стильно и модно. Вот такой вот этот смартфон. Спасибо вам всем за внимание. Если понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, задаем какие-то вопросы. На все, что смогу, все отвечу. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok